Очередной день на сборах А вот тот домик, на который вчера мне указывал Харис Ханджич Сегодня он в облаках, все очень красиво Ребята наши не устают фотографироваться и фотографировать Вроде бы действительно у нас такие же горы Не патриот ты, Александр Байсич, не патриот Я патриот, так же, ну все как у Чулы там Вот такой водичкой поет наш команду Решат Долгатович, качество воды вы уже проверили? Конечно, качество отлично Действительно нормальное, да? Отличное Но лучше, чем наш Крусно-Усольский или все-таки на одном уровне? Средственно лучше Лучше, да? Я приехал, они уже лесу спать Но у нас с Уральских гор Средственно, если с точнее Только включение, ну вот Заход, вниз Заход, вниз Сходи до меня Уп! Пригодно Возьмите, давай Готовы? Пошли, пошли, набираем. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Молодцы. Спортивный директор пытается научиться играть в футбол. Но это не так быстро. Давай, Сергей Николаевич, научись в футбол играть. Пожалуйста. Ну-ка, на головку. Иду с Фаретич. Вот я. Неужели меня не видно? Ну, естественно, мимо. Ты красавец. Серега, ты меня удивляешь. Премьера лига, брат. Города же у нас поинтереснее просто игру. Тут все на таком уровне сделано. Если у нас тут так будут делать, если воровать деньги не будут, так воруют. Ой, такое у нас можно сделать. Что, воруют? Я ничего об этом не слышал. Не, ну во всей России не воруют, только во всей России воруют. У тебя факты есть? Факты? Да. Я только, только СМС сообщили. Я не знаю, факты или не факты, но сдать могу. Это Никас Сафрониди. Пока все отдыхают, он стандарты отрабатывает. С кем он? С Голубовым? Не то, Никас. А, стоп, он же в дальние ворота, точно. Он эти, как стенка поставил, а я уж думал, он не попал. Антон, ты чего у него там, блох ловишь, что ли? Сама с Голубой? Я же говорю, я не знаю. На самом деле. Не блох, не блох. Ты не делаешь это? Блэк манба. Ты не будешь шести и шести. Блэк манба. Брэк. 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 Брэк инец. Брэк инец. А Меруканин. Что, не надо? После яичек своих. Ты скажи мне, скажи мне, аза расист? Нет, аза хороший. Командар, расист, дава. Шевченко, пока-пока, Шевченко. Теперь мы должны давать, пока-пока. Да? Да? Будешь хернее, мы тоже пока-пока, пойдем. Давид, ты же никогда расистом не был. Давид, ты же никогда расистом не был, Давид. Черный, после, плохо русский знает. А-а-а. Пошли, Антоха, может, собачек увидим. Ты не знаешь, что ты капли? А что ты вчера не присоединился, я видел. А ты видел? А я иду, знаешь, голос туда закинул, а она только пристраивала. Они как раз третьего ждали, Киля. Там третья была собака, если ты не знаешь. Если не знаешь. Ты побоялся конкурента, что ли? Баранами. Ты же никогда не боялся конкурента. Ну ты мне если эту бочку отдашь, то я вы... Выше, смотри. Дмитрий Голубов. Выше точно Давид угадал. А это Николай Лаванда. Номер 70. Николай. 90 минута. Стадион открытия. Удар. А-а-а. Ничего, еще четыре добавленные есть. Никас. Судья сказал, перебить и перебивает голову. Это он по болельщикам. Много кричали. Давай, Никас. Не матерись только, Никас, а то все в эфир. Я вынужден постоянно резать там, где ты постоянно что-то запикивать или убавлять. Давай, Никас, сохраните. Да е-мое, в голову. Опять выбежал из стенки. Ты бить будешь еще? Да, голову. Опять Камбаров выбежал. Уже удаление у Камбарова. Он уже не выбежит. Хорош, Дим. Надо тебе еще снять? Я в 9 не попадаю, я не уйду. А ты сейчас упадешь. Так ты можешь до ночи не уйти так. Не-не. Давай. Такие заворачивали. Вот, смотри, Александр. А, Александр. Соберешь? Да, да. Азамас Засиев чуть не попал. Это не 9, шестерка. Тяжело будет. Когда вниз падает, то еще тяжелее. Ну, давай, Никас. А давай в дальнюю 9, в дальнюю 9. В дальнюю 9 вообще не бей ручкой. Попадешь, Никас? Да нет, это ты в ближнюю 9. Ты в ближнюю 9. А надо было в дальнюю 9. Не, вот дальняя 9. Где это было? Едет. Злополучший дом. Адам пойдем сейчас. Адам знает. Адам знает. Там еще хозяйки на полянке лежали. Ты бы видел. Адам, почему он знает? Может, он бейте в дом туда прокладывает сверху? Хозяйкам? А женат. Ну, за что такое говорю? Я женат. А ты такое говори. Понятное дело, женат. Ну, наверное... Ты не гриф. Он ему надо или Саха поселиться, или с этим. С фрингфонгом. Камаги? А, ну да. Ну, их нормально будет. Или еще лучше втроем. И свой канал на ютубе открыть. И вот у резиновую бабу заберете, про которую говорит Саха. Которую ты купил? Да. Да мне Сах подарил ее. Она БУ. После его. После... После Кратова. Слезы у него. Смотри, ну, Туря, дай гибрид. Да, обтех, говорю, резля. Гибрид. Ну, как 1.8 может быть расход? А? Ну, по трассе, что он едет? 90. У меня даже на 500 с расходом 9 бывает. Хоть я и топлю. 9? По трассе. Это какая же у тебя зарплата должна быть, чтобы 9 расход? Ты беспроблемно его воспринимал. А, да, извини. Волнуешься, Анту? Очень волнительный момент. Барабанная дробь. Ну-ка, ну-ка. О, лежат, лежат, смотри. Вот она чпокала вчера кого-то. До сих пор отдыхает, да? Лысую чпокала уже она вчера. Устала. До сих пор отдыхает. А ты что, она знаешь, мою китайскую хохлату или как она называется? Лысая собака. У нее только челка и хвост. Хохлата или лысая? Нет, она называется хохлата. Ну, лысая, да? Только челка и хвост у нее в волосах. Остальная лысая. Я не знаю, как она называется. Я хотел он там. Ход для собак? Или как Сата любит черный ход? Какой еще он для собак? Черный ход? Черный. Задний ход. Через тоннель. Едва закончилась тренировка, как зарядил дождь. А в дождь тренироваться, как вы понимаете, не очень приятно. Вот, посмотрите, тучи такие, что даже гор не видно. Прошло еще два часа, и вновь ничего не изменилось. Дождь не прекращается. Ну, а мы давайте с вами зайдем в гости к генеральному директору футбольного клуба Уфа Асамину Тяновичу Газизову и зададим, пожалуй, главный вопрос на сегодняшний день. Будут ли еще новички? И если будут, то когда? Ну, мы будем усиливать зону атаки. Укрепление, естественно, будет и покупки будут, но это не такой быстрый процесс, который нам бы хотелось, потому что мы уже довольно тщательно подходим к выбору игроков. Но в ближайшие дни, я думаю, будут покупки и будут приобретения. Мне бы хотелось всех успокоить. Дело в том, что поставленные задачи быть десятки поджимают под собой определенного качества игроков. Это не просто так. Если раньше мы могли сделать какие-то ошибки, то сейчас ошибок просто не должно быть. Шамиль Камилович, речь идет о россиянах. Мы вновь будем приобретать россиян? Или это будут легионеры? Нет, российские по позиции на сегодняшний день почти все закрыты. Может быть, еще один-два молодых футболиста появятся, россияне, а так основной упорщисть будет делаться на легионерах. Это довольно-таки хорошего качества, у которых очень неплохая статистика. То есть можно сказать, что это будут лидеры определенных чемпионатов? Да, это даже, может быть, и будут лидерги, которые играют и в Лиге чемпионов. Аминь.